Что такое? Слово шведенька мы не разумеем, да? It's on already, you know. Have a seat, let's continue. Итак, до продолжения. Второй юнит на эту тему. Никто ничего не скисал. Конечно, нет. Put on your shoes или put your shoes on. Какой вариант правильный? Put on your shoes. А put your shoes on что, нельзя? Наверное, можно. Наверное, можно. Оба варианта правильные. Можно с празовый глагол. Например, to put on – это надевать, да? Можно put on что-то, а можно put что-то on. И так и так правильно. Put in. Put in, Владимир Владимирович. Put in – это вставлять класть. Это у нас в упражнениях. Put in – там какие-то слова, да? Вставить слова. Но! Что в этом юнте главное? А что нам делать? Давай зелененькие поделим. Что нам… А что делать, если у тебя местоимения? Put them on или put on them? Что здесь правильно? Them. Put them on. Не бывает другого варианта. Как только у нас местоимения, надо что-то с ними сделать, уже ты не можешь сказать put on them. Уже нельзя местоимения в конец. Угу. Поехали по примерам. Давай нашим глядачам, зрителям и так далее, учащимся, всем, кто учит вместе с нами, расшифруем, что от нас хотят, что нам объясняют. Объект. Объект. Объект – это дополнение. Помнишь, мы разбирали с тобой, что такое subject, что такое object? Не могу запомнить. Беда! Объект. Объект. То, на что направлено действие. А субъект? Ты сама. Тот, кто делает действие. Вот так легко запомнишь? Нифига нет. Не запомнила. Мы обязательно еще раз повторим. Итак, если есть дополнение, не просто put on точка, а put on на себя что-то надеть. Вот в этом все и дело. И пример. Put it on. Put it on. Да, вот так будет красиво звучать. Но put on it – что-то странно. Это что-то надо надеть на это. Вот именно. Из-за того, чтобы не было неразберихи, мы сразу запоминаем, что местоимение становится между корнем. Там все хорошо. Шпагат. Трайпед. Конечно. Обязательно. И вертикально делает. Come back. Сюда, пожалуйста. Итак, пример глагола. Turn off. Что такое turn off? Переводим для нашей категории. The light. А если у нас уже есть что выключать? The light. Можем the light. Turn off the light или turn the light off. Put on your shoes. Надень свои туфли. Или put your shoes on. Ring up. Звонить кому-то, да? Можно ring up my friend. Звоню другу. Или ring my friend up. Все красиво. Но как только появляется pronouns, вместо имения, да? Они всегда идут до частичек этих. Turn it off. Выключи это немедленно. Кричит мама, видя твой iPad какой-нибудь. Put them on. Протапочки. Да? Евгений, пожалуйста. И ring her up. Позвони ей. Зачем вы палите ребенку? Все. Мы все тайно рассказали. Теперь твоя очередь. Давай по примерам. Можно я эту работу писать? Можешь. Put on, take off. И по примерам. Давай расшифруем, какие они дают нам здесь. Уже сказали, что put on. Put on, take off. Надеть, take off. Надеть и снять. Уф это на удаление, да? И пример. It was cold, so I put on my coat on. Ну или I put on my coat. Перевод. Для тех, кто не знает до сих пор. Было холодно. Поэтому? Поэтому я надел свое пальто. Надел мое пальто, да? Да. Ну или одел мое пальто. На кого-то. Правила русского языка сейчас будем учить. Надел что-то на себя. Одел кого-то во что-то, окей? Я как коренная украинка буду коренной россиянке рассказывать, как ей говорить на русском. Беда. Идем дальше. Here's your card. Put it on. Вот ваше пальто. Наденьте его. Take off that hat. It looks stupid. И не тебе. Уф. Да. Снимите шляпу. Она выглядит? Она выглядит глупо. Или take that hat off. Turn on, turn off. Вкл, выкл. Ну все, наверное, не будем подчеркивать. Она будет все яркое. Зато красиво. Зато красиво. Ну ладно, раскрашивай. Глаз рябит. Глаз рябит. Глаз рябит. Глаз рябит. Итак, turn on, выкл. Turn off, выкл. Включили, выключили. Это что сейчас было? Time. Тик-ток, тик-ток, тик-ток. Ты помнишь, что кто-то еще не ужинал, да? Угу. Ну ладно. It was dark, so I turned on the light. Мы обиделись и не будем переваривать. Попишу, тебе будет 10 секунд рисования единорогов. Или пони, или что ты там рисовала, поэтому все нормально. Давай. It was dark, so I turned on the lights. Было темно, и поэтому я включил свет. I don't want to watch this program. You can turn it off. Translate. А, я не хочу смотреть эту программу. Выключи ее. Ты можешь ее выключить. Pick up или put down. Pick – это что-то срывать, да? Pick up – брать вверх. Поднимать. Можно для меня? Давай. Pick up – подбирать. Ты сама будешь, Илья, быстренько? Ну, давайте. Давайте, как новое слово. Только для тебя, для всех наших зрителей. Pick up – подбирать. Давайте напишем вот так. Поднимать – подбирать. Да? То есть подбирать – это как бы… Снизу поднять. Pick up. Выбирать, поднимать. Да, да, да. И вот она подобрала. Put down – она положила на что-то, да? Put down. Put down – это положила вниз. Вниз. Положить что-то на русском языке. Pick up and put it down. Да, сначала ты его pick up. Pick up your socks, например. Тебе тоже мама говорит. Не было такого? Она обратно это говорит. Ты папе. А мы опять все секреты выдали. Семейные, да? Дальше. Смиси, смиси. Вот за это вот все получше. Sorry about that. Вот тебе придется всю твою кровать pick up. Точнее вещи на ней дальше. Хорошо. Так. That's my key on the floor. That's my key on the floor. Can you pick a tab for me, please? She stopped reading and put her book down. И translation. Ты же не забывай, что мы переводим, да? Для всех. Да. Что мы его вычеркнули? Окей. That's my key on the floor. Это мой ключ на полу. Можешь ли ты поднять его для меня, пожалуйста? Угу. Bring back. Все что-то, какое-то движение обратное. Bring это... Да, тут даже нота B надо поставить большую, красную. Bring это приноси, да? А вторую форму помним? Bring back. Brought. 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 Значит, to bring. Сразу походу вспоминаем. Brought. Brought. То же самое brought в третьей форме, да? Значит, you can take my umbrella, but please bring it back. Ты можешь взять мой umbrella, но пожалуйста. Принеси ее обратно. Принеси ее обратно. Обрати внимание. Вот он стоит тут, а она здесь. Он ее обратно bring back, приносит. Да? Что такое take bag? Взять обратно. Что значит взять? Ты его с собой тоже кому-то... Да, кто-то взял и... Отдал обратно. Дал обратно, да. I took my new pullover back to the shop. Я как бы взял, принес тоже, можно на русский... Я принес свой новый свитер обратно в магазин. Почему? It was too small for me. Он был слишком молодым. Разве не к Максиму? Прибери. Она может не успела, бывает. John gave me his keys, but I gave them back to him. И вот ты give back, отдала. Джон дал мне его ключи, но я дала их обратно ему. To him. И put back, положи обратно. Положи. I read the letter and then put it back in the envelope. Что я сделал? Помним to read как в прошедшем времени? Read. Пишется точно так же, а читаться уже будет как read. Я прочитала письмо и потом... Put it back. Хороший глагол put. Почему? Put-put-put. Потому что он put in. Потому что он put in. Put in он только в сочетании с in. Put it back. Не смотри. It's okay. Put it back in the envelope. Что такое envelope? Не видя твои жесты. Envelope, conveyor. Хорошо, слова знаем. Повторили. Give, give, given. Ну все, можно двигаться к упражнениям. Ten minutes. Very good. Very good. Very good.